Ребята, всем привет! С вами Александр, вы на канале Kinder & Company. У нас на обзоре сегодня новая Годзилла. В общем-то, обзор на вот этих Годзилл вы можете найти на канале. Их было две в комплекте. В общем-то, вот такие вот тоже прекрасные, очень прикольные с софт-тач пластиком. И главное, что их в комплекте идут две, там за какие-то небольшие деньги, что-то меньше 10 баксов. Да, и вот эта вот Годзилла, ну она, конечно, на класс выше, вообще-то она, это как Нека. То есть, не знаю, она продавалась на Алишке, как Нека, здесь написано, вот смотрите, Нека, Нека С-14 2014 года. Не знаю, то есть, то ли это, ну, оригинальная Нека, то есть, она там можно было с коробкой, можно без коробки. Коробка в такой виде блистера идет. Короче, ну, я заказывал без коробки, потому что коробка стоит отдельных денег, а кому она нужна. То есть, пришла она, вот, как видите, она у нас частично разборная. Она у нас тут секционная, то есть, она у нас подвижная, в отличие от этой Годзиллы, где шевелится только вот так вот хвост, вот так вот руки и голова. Эта Годзилла у нас намного более подвижная. Ну, сейчас мы это все дело с вами рассмотрим. Так что, по поводу оригинальности точно не могу сказать, но сделана она очень добротная и она очень тяжелая. По ощущениям, внутри у нее как будто бы металл. Не знаю, не знаю, что да как, но она вот на таких вот шарнирах. У нас вот такая вот длинная часть хвоста, потом вот первая часть шарнира, вторая, третья, туловище состоит из двух частей, шея отдельная, отдельная голова. Так, нога тоже имеет три шарнира, вот голень, вот в колене она сгибается и вращается. И сама стопа еще тоже у нас отдельно крутится. Так, что еще по рукам? Вот, смотрите, рука вот здесь вращается, в локте и даже кисти. Кисти, это как у Индораптора, у нас был обзор на Индораптора. Вот качество тоже, ну, похоже на оригинал. Либо это очень хорошая копия, ну, либо это действительно оригинал. Может, ночную смену, как говорится, на заводе там клепают где-то. Давайте вот так сделаем. Давайте сейчас я этот, присоединю этот хвост. Так, ну, вроде присоединил. Да. Вот так вот. То есть у нас есть такая неплохая подвижность в хвосте. Можно такие замахи делать. Дома. Вот, вот вторая секция. Держится, в принципе, оно неплохо. Там не супер-супер как-то сильно, не знаю. Но претензий, в общем-то, нет к тому, как там все держится. Все, все довольно нормально. Сколько этой годзилле? Она, наверное, уже в игре где-то около месяца. То есть, ну, как говорится, не рассыпалась. Все в порядке. Что? Ну, вот кисти держатся вот слабовато. Как по мне, ну, но с другой стороны, ну, просто так они тоже не отпадают. Если ими, конечно, активно крутить, то они могут сниматься. Но я думаю, это вполне себе нормально. Вот такая вот у нас голова. Можете сравнить. Здесь эта у нас годзилла, ну, намного более похожа на ту годзиллу, которая была в фильме. Во-первых, и хвост у нее очень длинный. И пропорции правильно, потому что у этой годзиллы, ну, видите, какая-то очень большая голова по сравнению с туловищем. А вот в этой годзиллу у нас все правильно. Так, ну, вот так вот спереди, знаете, как выглядит она. Тоже есть такой вот нарост, как у динозавров. Да, вот тоже покрасочка такая неплохая. Она вся черная, вот брюхо такое какое-то немножко с персиковым цветом. А поверх еще такая есть какая-то голубизна. И есть еще даже дырочки для подставки. Возможно, там ее на какой-то стенд ее можно поставить. Так, ну, хвост реально большой, прям не помещается. Вот так разместим. Опять же, шипы. Шипы, видите, стали тоже более такими острыми, тонкими. И вот на хвосте, в общем, прикольно сделаны шипы. Смотрите, как. Ну, в общем-то, круто. Чем-то крокодилы напоминают, да? Ну, шипы, шипы. Ну, шипы похожи, да? Только здесь они вот более тонкие. Есть еще вариант, по-моему, где вот эти шипы, такие голубые. Как будто бы Годзилла заряжает свой ядерный вздох или выдох. Так. Так, ручка у нас вот так вращается. В локте у нас шарнирчик. Ну, и кисть вот так вращается. Так же голова. Голова вот так у нас крутится. Вот так и немножко может открывать рот. То есть, шире он не открывается, шире уже мы вынимаем рот из пазов. То есть, это резина. Эта резина такая довольно, ну, в принципе, как и здесь. Не сильно жесткая. Шипы такие довольно мягкие. Да? Ну, и вот так вот сделано. Тоже видно, есть зубки, язык. Вот смотрите, даже вот там внутри в челюсти. Не знаю, вам видно, не видно. Ну, во-первых, язык розовый такой. Какой-то темно-розовый. Прокрашен, все как положено. Глаза тоже прокрашены, точечка, видно. То есть, ну, довольно на хорошем качестве это сделано. Так что, в принципе, не знаю, кто может покупал оригинальную NECO в каком-то фирменном магазине. Напишите в комментариях, такая ли она. Так, ну, а эта Годзилла обошлась в 15 баксов. Ссылку я оставлю в описании. Ну, точнее, сама Годзилла стоит около 8 баксов. Там, 7 долларов с чем-то. И доставка в Украину, она стоила тоже столько же. Ну, как говорится, либо вы ищете объявление «бесплатной» в кавычках доставкой. Ну, все вы знаете, что доставка, она не бесплатная. Она входит в сумму. Либо, как бы, смотрите реально, сколько стоит сама фигурка, и сколько стоит доставка. Я заказывал именно у того продавца ссылку, на которую я оставлю, потому что Годзилла плюс доставка обходилась дешевле, чем выбрать того продавца, где написано, что бесплатная доставка. Так это, по-моему, стоило, где обошлось где-то 15 баксов 400 гривен, а если доставка бесплатная, то 500. Короче, сами понимаете, то есть лучше заказать у продавца, где в сумме получается дешевле. Вот так вот. Что еще было? Она пришла неплохо запакованная, она пришла в пенопластовой коробке, но вот эти шипики были замяты, то есть они были вот как-то вот так вот, на одну сторону вот так вот были замяты. И как это исправить? Сразу скажу, как мы делали. Просто нагреваете феном, обычным феном для волос. Нагрели, выровняли, все остудили, и все, шипики стали на месте. Видите, они сейчас как бы ровненькие, это у нас немножко песок. Егор игрался. Где-то вымазал ее в песок. Вот так вот, в общем-то, выглядят эти две Гозиллы, ребятки. Это софт-тач пластик, это такой обычный, более глянцевый пластик, но она тяжелее, минимум вдвое, чем вот эта. Вот эта Гозилла очень тяжелая, такая по ощущениям. Плотная, да. Ну, вы видите, это такой, какой-то более мультяшный вариант, а это уже такой у нас прям киношный. Ну и размер, сами видите, хвост очень хорош. Так что, ребятки, ставим лайк, кому понравилось это видео. Всем любителям Гозиллы отдельно ставим лайк. Ссылочка будет на эту Гозиллу, самую дешевую наличку, которую я нашел в описании. Если найдете дешевле, то же пишите в комментариях. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок